Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Люди часто говорят, что не может быть страны без границ. И нет границ, значит нет из страны. Но это также относится и к воздушному пространству, которое тоже своего рода граница. Поддержание контроля над небом США, решение о том, кто прилетает и улетает, и на каких условиях, это одна из основных обязанностей Пентагона, и так было самого появления авиации. Если вы залетите на Цесне в воздушное пространство в ряде мест страны, военные поднимут истребители и могут сбить вас. Так что это не мелкое нарушение. Если, конечно, вы не представитель китайского правительства за штурвалом огромного белого дирижабля, следящего за американскими ядерными объектами, тогда вам можно расслабиться. У вас друзья в Белом доме. С вами точно ничего не случится. И это не выдумка, не предположение. Мы знаем, что это правда, так как наблюдаем это прямо сейчас. Как вы, конечно, слышали, огромный шпионский шар размером с несколько школьных автобусов принесло к нам из Китая. Сейчас он предположительно дрейфует над континентальной частью США. Вчера он пролетел над военной базой Мальмстрем в Монтане. Это одно из трех мест в стране, где размещены межконтинентальные баллистические ракеты «Минитмен-3». Сегодня днем китайский аэростат-шпион добрался до Канзас-Сити, и там, в небе над городом, пилот, летевший на частном самолете на высоте 47 тысяч футов, был близок к столкновению с китайским шаром. «Тут заброшенный шар дрейфует», — сказал он пилотам поблизости, но шар этот был не заброшен. Шаром управляли из Китая. Другими словами, над нашей страной иностранный воздушный объект военного назначения шпионит за важнейшими оборонными объектами и представляет угрозу для гражданской авиации. Это вроде большая история. Хотите знать, насколько большая? Подумайте, как бы мы отреагировали, если бы это делал Путин. Если бы это был российский шпионский шар. Самый короткий новостной сюжет в мире. Российский аэростат-шпион замечен у берега, мобилизованный ВВС США. Шар спалили дотла за секунды. Вряд ли были бы какие-то споры о том, что делать с русским шаром-шпионом. Мы бы тут же сбили его, как при любом другом враждебном вторжении. Но все немного иначе, когда это китайский шар-шпион. Насколько мы знаем, Владимир Путин никогда не посылал наличное сыну-наркоману Джо Байдена. А, наверное, следовало, это наверняка стало бы весьма мудрым вложением средств. А китайское правительство, думая как всегда наперед, отправляло наличное его сынку-наркоману и, по-видимому, самому Джо Байдену. И это окупилось. Смотрите, как какой-то робот из Пентагона говорит, что вы не имеете права ничего знать об этом китайском шаре-шпионе. Ты что, возомнил тут себя гражданином? Полюбуйтесь. Засекречено ли местоположение шара? Фил, прямо сейчас, чего мы не собираемся делать, так это сообщать о местоположении воздушного шара по часам. Опять же, мы внимательно следим за ним. Как я упомянул, сейчас он над центром континентальной части США. Говорить конкретнее я не буду. Я понимаю, что это может быть неудобно, но разве общественность не имеет права знать? У общественности определенно есть возможность посмотреть в небо и увидеть, где находится шар. Общественность имеет право смотреть в небо. Иди посмотри на солнце! Вот что сказал этот парень. Чего вы не слышали, так это лекция о том, что китайские военные представляют угрозу нашей демократии и американскому образу жизни. Китайцы ведь не вторглись на Украину. Нет, всего лишь в нашу страну. Ничего особенного, хватит задавать вопросы. Джо Байден, естественно, занял ту же позицию, смотрите. Помните, какой была экономика, когда я пришел? Рынок труда сокращался. Инфляция росла. Мы у себя ни черта не производили. Были реальные экономические трудности, так что инфляция не моя вина. Господин президент, когда и как мы собираемся разобраться с воздушным шаром? Когда и как мы разберемся с воздушным шаром, господин президент? Такие спокойные улыбки. Проходите сюда, господин президент. Они знали, что не будут отвечать на это. И возникает гораздо более важный вопрос, почему? Что происходит? Что еще они знают, но отказываются раскрыть нам? Что ж, сегодня источники в Пентагоне признали, что администрация Байдена фактически отслеживала этот китайский шар-шпион уже несколько месяцев, с тех пор, как он покинул Китай. То есть они наблюдали, как он плывет над Тихим океаном, он пролетел над Далиутскими островами и попал в наше воздушное пространство. И в любой момент они могли сбить его над водой, кстати говоря, не рискуя жизнями на земле. Но они так не сделали. А почему не сделали? Никто вам не скажет. Вместо этого надежный робот Пентагона предложил такое объяснение. Это одно из самых глупых объяснений, когда-либо озвученных с трибун в Вашингтоне. Вот оно. Вы сказали, что это нарушение нашего воздушного пространства, так что почему бы не сбить его? По нашим оценкам, он не представляет опасности для людей, пересекая в настоящее время континентальную часть Соединенных Штатов. Поэтому из чувства крайней осторожности, осознавая потенциальное воздействие обломков на гражданское население, сейчас мы будем продолжать мониторинг и рассматривать варианты. То есть американские военные по сути защищают вас, позволяя китайскому шару-шпиону висеть над нашими ядерными объектами. В общем, прозвучала оскорбительно нелепая серия предложений. Это чушь. Но позиция администрации в отношении китайского шара-шпиона становится не просто нелепой, а пугающей. Если учесть, что это уже не первый такой шар-шпион. Другие китайские шары-шпионы пролетали над страной. И Пентагон их тоже не сбивал. Вы, вероятно, не знали об этом, потому что никто не ставил в известность общественность. Существование этих шаров-шпионов было засекречено, по-видимому, его так и не рассекретили. Докладчики Джо Байдена из Пентагона сегодня ни словом не обмолвились об этом, как вы только что видели. И, кстати, китайские шары-шпионы проплывают не только над нашей страной. Речь о целом ряде стран. Почти идентичные разведывательные шары были запущены китайскими военными воздушное пространство Японии. Индии. И Филиппин. И, по крайней мере, в одном случае, вероятно, во всех случаях, но мы знаем лишь об одном, над военным объектом. Китайские шары-шпионы вообще довольно дороги в изготовлении, и их развертывание в воздушном пространстве других стран сопряжено с дипломатическим риском, мы это видим сейчас. То есть это делают не просто так, эй, запустим-ка пару шаров-шпионов над США. Должна быть причина. Вопрос в том, что за причина? Мы попытаемся выяснить это, если сможем. К нам присоединяется тот, кто специализируется на системах наблюдения, его зовут Николас Чалиан, он бывший главный специалист по программному обеспечению ВВС США. Мистер Чалиан, большое спасибо, что пришли. Что здесь происходит, как вы думаете? Что вы предполагаете? Ну, вы видели, по сути, большой эксперимент Китая, где они получили много снимков в высоком разрешении этих объектов. Надо учитывать, что шар находится на высоте 60 тысяч футов, поэтому с него можно получать снимки военных объектов с более высокой четкостью. Конечно, воздушный шар при этом намного медленнее, чем низкоорбитальный спутник. Кроме того, это дало Китаю возможность понять, как быстро мы можем обнаружить шар и отреагировать на это, а также получить некоторое представление о наших возможностях радиоэлектронной борьбы. И, наконец, говоря о способностях Китая, теперь они получили представление о том, как руководство в Пентагоне и Белом доме способно реагировать на это. Но это, я думаю, ваше последнее замечание особенно интересно, ведь очевидно, когда запускаешь шпионский шар размером с несколько школьных автобусов, что кто-то его увидит. И тогда вы узнаете, есть ли у страны воля противостоять вашему вторжению в их воздушное пространство. Я вас правильно понял? Именно, но это также интересно, потому что они, по-видимому, не пытались спрятать этот шар. То есть они, вероятно, хотели в первую очередь проверить нас и увидеть, насколько быстро мы среагируем, а заодно выяснить, какими возможностями мы обладаем в радиоэлектронной борьбе, которые позволили бы нам скрывать часть данных, которые они могли бы перехватить, пролетая над базой ВВС. Как мы упомянули минуту назад, и что не получило широкой огласки в прессе США, такие воздушные шары из Китая замечали на целом рядом стран. Мы получили сообщение, что сейчас, пока мы говорим, один из них был замечен в Латинской Америке, где-то над Южной Америкой. Вас это удивляет? Это неудивительно. Очевидно, мы знаем, что они неоднократно применяли такие шары. Такие случаи прежде уже фиксировались и над территорией США. Так что это не первый раз, когда такое происходит над Соединенными Штатами. Поразительно. Николас Чаллиан, спасибо, что поделились своей точкой зрения. Спасибо. Итак, как мы упомянули, этот китайский шар-шпион привлек внимание американцев вчера, когда его увидели в небе над штатом Монтана над военной базой с межконтинентальными баллистическими ракетами. При этом Пентагон не проинформировал губернатора Монтаны об этом, пока шар уже не был над Монтаной. И, конечно, они знали, потому что отслеживали его самого Китая, но они не сообщили Грэгу Джанфорте, губернатору этого штата, который считается одним из лучших губернаторов страны. Рады видеть его сегодня у нас. Губернатор, спасибо, что пришли. Они знали, что он летит к вам. Вы глава исполнительной власти штата. Почему вам никто не сообщил, как думаете? Когда меня проинформировали, этот медленно движущийся шар залетел уже на сотни миль в Монтану. И уже пролетел рядом с базой ВВС и шахтами баллистических ракет. Когда мне, наконец, сообщили, он был над нашим крупнейшим городом. Его заметил фотограф в аэропорту. Это невероятно, словно это намерено. Конечно, на месте федерального правительства надо предупредить правительство штатов, а вы глава штата, когда происходит нечто подобное. У вас есть догадки, в чем тут может быть дело? Не представляю. Но я точно знаю, Такер, что принимая решение Монтанце, мы эту штуку сбили бы, как только она вошла в наше суверенное воздушное пространство. А он тут явно уже давно, движется он не быстро. Да. К сожалению, ружье на 60 тысяч футов не стреляет. Действительно нужна какая-то ракета. Почему, как вы думаете? Об этом стоит спросить. С вашей точки зрения, все предельно ясно. Мы знаем, что надо делать. Сбить его? Почему его не сбили? Точно не знаю. Изначально на брифинге, который я получил ранее, на этой неделе, они рассматривали возможность сбить его. По какой-то причине они этого не сделали. Очевидно, папка была на столе президента, ему предоставили варианты. По какой-то причине он решил не действовать. И, к сожалению, результатом этого является то, что американцы в опасности, а наши враги осмелеют. Поразительно. Губернатор, простите, что беру случайное видео из интернета и прошу вас отреагировать, но вот что сейчас обсуждают. Похоже, что это мы нашли в соцсетях. Видео взрыва над вашим штатом, на котором дымовой след уходит в небо. Мы теряемся в догадках, что это. У вас есть какая-нибудь информация? Пока что нет. Меня уведомили об этом за пару минут до выхода в эфир. Мы следим за ситуацией, говорим с национальной гвардией, чтобы выяснить, есть ли у них дополнительная информация. Я уверен, что меня проинформируют в течение часа. Последний вопрос. Объяснение, которое вы и я слышали от администрации. Мы не сбили его над Монтаной, потому что боялись, что обломки причинят вред людям в Монтане, но от вас я слышу, что как губернатор Монтаны вы бы его сбили. То есть это не та проблема, что могла бы помешать вам. Но, Такер, вы были в Монтане. Восточная Монтана, вероятно, одно из лучших мест, чтобы сбить его. Мы могли бы остановить его, могли бы выяснить, в чем на самом деле заключалась миссия, собрав электронику, установленную на этом шаре. Опять же, если бы американцы запустили такой шар-шпион над Китаем, думаете, он все еще был бы в воздухе? Конечно, нет. Надо было принять меры. К сожалению, мы лишь приободрили нашего врага. Все именно так. Очень верно подмечено. Губернатор, я ценю, что вы пришли к нам сегодня. Благодарю вас. Не за что. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!